В этом ролике мы поговорим о том, зачем катушки трансформатора обычно надеваются на металлический сердечник, который к тому же замыкается ермом. Ответ на этот вопрос сначала кажется совершенно банальным. Это делается для того, чтобы магнитный поток, созданный первичной катушкой, весь целиком проходил через вторичную катушку, как показано на вот этой картинке, которой мы промоделировали наш трансформатор в программе Bizimac. Дальнейшее рассмотрение покажет, что все не так просто, как может показаться. В опытах наш трансформатор будет не повышающим и не понижающим. И в первичной и во вторичной катушке здесь намотано по 400 витков. Ну и понятно, что когда я подношу катушки одну к другой, магнитный поток, созданный первичной катушкой, в основном рассеется, лишь малая его часть пройдет через витки вторичной катушки, да и то не через все. Ну и поэтому напряжение в вторичной катушке будет заметно меньше, чем в первичной. Итак, мы подаем на первичную 50 Гц с амплитудой 1 Вольт и видим, что во вторичной катушке амплитуда напряжения составляет лишь 0,04 Вольта, то есть 4% от того, что подано на первичную. Ну а теперь устанавливаем катушки на место, замыкаем ярмо, подаем то же самое напряжение и видим, что амплитуда напряжения во вторичке составляет 83% от того, что подано на первичку. Ну вопрос, куда исчезли 17%, он сам по себе тоже интересен, и мы к нему сегодня еще вернемся. Но сначала мы сделаем еще один опыт. Итак, коэффициент преобразования нашего трансформатора с замкнутым ярмом составляет 83%. Смотрите, что мы сделаем теперь. Уберем ярмо и положим на сердечник тонкую пластмассовую пластинку толщиной всего 0,7 мм. Вернем ярмо на место и повторим измерение. И удивительным образом при такой тоненькой пластиночке напряжение на вторичной катушке упало с 83% от напряжения на первичной до 64%. Положим еще одну пластинку, выровняем, вернем ярмо на место. И при таком зазоре выходное напряжение падает до 57% от входного. Давайте положим третью пластинку. Ну теперь изменение уже не такое значительное. С 57% мы понялись до 53%. Ну и понятное дело, что если мы уберем ярмо со всем, со всеми пластинками, то напряжение будет еще меньше. Хотя поток, конечно, частично перезамыкается от одной катушки к другой, и, наверное, это перезамыкание все еще остается сильным. И мы видим, результат в этом случае, он составляет 34% от входного напряжения. И в симуляции, сделанной в программе Визимак, мы тоже видим, что когда сердечник трансформатора не перемкнут сверху ярмом, заметная часть силовых линий магнитного поля, созданного первичной катушкой, не проходит через вторичную катушку. Ну что и объясняет, по крайней мере, один из факторов ослабления напряжения на вторичной катушке. Ну вот, когда мы устанавливаем сверху ярмо, с небольшой щелью между ярмом и остальным сердечником. Опять же, поглядев на симуляцию, мы можем видеть, что практически все силовые линии магнитного поля, созданного первичной катушкой, прошли через вторичную катушку тоже. Как же здесь тогда объясняется падение напряжения на вторичке? Об этом мы сейчас и поговорим. С этой целью мы рассмотрим катушку индуктивности из N витков, намотанную на замкнутый сердечник постоянного сечения с магнитной проницаемостью μ. И в теории показывается, и мы это обсудим в отдельном ролике, что индуктивность такой катушки равняется, в числителе стоит μ0 умножить на μ, потом квадрат числа витков, потому что магнитный поток создается всеми витками и пронзает все витки, отсюда квадрат, ну и потом сечение магнитопровода поперечное. А в знаменателе стоит удвоенная длина магнитопровода по средней линии. А теперь самое интересное в этой же самой теории показывается, что если мы сделаем в магнитопроводе небольшой зазор ширины дельта. Ну небольшой в том смысле, что его размеры малы по сравнению с поперечным сечением магнитопровода и магнитное поле отсюда практически не выпадает. При этом формула для индуктивности изменится следующим образом. Вот здесь в знаменателе к L надо прибавить еще одно слагаемое. Магнитная проницаемость нашего ферромагнетика μ умножить на ширину зазора дельта. А теперь посмотрите, что получается. Ну вот в нашем случае L составляла 30 сантиметров, то есть 300 миллиметров. Допустим, что мы сделали зазор в один миллиметр, а μ у трансформаторного железа порядка тысячи. И тогда вот это второе слагаемое μ дельта составляет порядка тысячи эффективных миллиметров тоже по размерности. Значит 300 здесь и 1000 здесь. Поэтому индуктивность при появлении такого небольшого зазора падает уже в 4 раза, хотя магнитное поле не выпадало из зазора. И если мы здесь намотаем вторичную катушку, магнитное поле будет целиком проходить через эту катушку. И здесь вы должны спросить меня, а при чем здесь индуктивность первичной обмотки? Ведь ни в школьном учебнике, ни в вузовском курсе общей физики, когда рассматривался трансформатор, об индуктивности первичной обмотки ничего не говорилось. А все дело в том, что нужно различать между идеальным трансформатором, который рассматривался в этих учебниках, и реальным трансформатором, с которым имеют дело электротехники, и который уже рассматривается в специализированном курсе теоретических основ электротехники. А чем они различаются? Тем, что у идеального трансформатора сопротивление первичной обмотки считается равным нулю, а у реального трансформатора имеется некоторое вполне конечное сопротивление первичной обмотки. И конкретно у вот этого трансформатора, с которым мы сегодня имели дело, оно составляет 2,6 Ом. И поскольку в идеальном трансформаторе амическое или активное сопротивление равно нулю, полное сопротивление первичной обмотки равно индуктивному. В этой ситуации ЭДС индукции, возникающая за счет изменения магнитного потока в сердечнике, равняется минус входному напряжению. Ну и соответственно, поскольку у нас число витков первичной и во вторичной обмотке одно и то же, то напряжение на выходе равно напряжению на входе. Но в реальном трансформаторе ситуация меняется, поскольку вот здесь в формуле появляется еще и активное сопротивление обмотки, амическое. Ну и вот в этом нашем трансформаторе, как я уже говорил, амическое сопротивление первичной обмотки составляет 2,6 Ом, а индуктивное Ом примерно в 10 раз больше. Ну в этом смысле трансформатор все еще близок к идеальному, хотя от него отличается. Ну и поэтому коэффициент трансформации по напряжению уже не равен единице, а несколько меньше ее. Но ситуация заметно меняется, когда мы кладем сюда прокладки, ну и дальше помещаем на них сверху ермо, потому что теперь индуктивность падает в несколько раз, и индуктивное сопротивление Омега-Л становится сравнимым с активным. Ну и это означает, что трансформатор уже весьма далек от идеального, и коэффициент трансформации по напряжению заметно падает. В результате зависимость коэффициента трансформации по напряжению от частоты имеет вид, представленный на этом графике. Ну прежде всего здесь имеется характерная частота, при которой индуктивное сопротивление сравнивается с Омическим. Значит при больших частотах индуктивное сопротивление больше Омического, и здесь график выходит на полочку, ну величина которой определяется тем, какая доля силовых линий магнитного поля, прошедших через первичную обмотку, проходит также и через вторичную обмотку. Ну а при частотах меньших, чем эта характерная частота, коэффициент трансформации падает, уменьшаясь до нуля. Ну а теперь мы можем поговорить о вопросах практического характера. Понятно, что конструктор трансформаторов стремится к тому, чтобы трансформатор был ближе к идеальному, ну а это означает, чтобы его индуктивное сопротивление на рабочей частоте было заметно больше Омического. Ну Омическое сопротивление, конечно, можно уменьшить, намотав первичную обмотку проводом потолще, а соотношение индуктивного и Омического сопротивлений тоже можно поднять, потому что Омическое растет как число витков, а индуктивное как квадрат числа витков. Но только в этой ситуации получающиеся трансформаторы будут очень большими и тяжелыми. А медь нынче достаточно дорога, алюминий, в общем-то, тоже не дешев, да и самое главное, в общем-то, конструктор стремится к тому, чтобы трансформатор был поменьше, а не побольше. Поэтому приходится довольствоваться разумными соображениями и делать трансформаторы близкими к идеальным, но все-таки не слишком близкими. И теперь настало время нашего заключительного вопроса. В той теории, которую я вам рассказал, коэффициент трансформации по напряжению зависит от частоты входного напряжения и никак не зависит от амплитуды. А мы все-таки решили посмотреть, каким он будет при разных амплитудах на частоте 50 Гц. И с удивлением для себя обнаружили, что чем меньше была амплитуда входного напряжения, тем меньшим был коэффициент трансформации. При амплитуде в 10 Вольт он составлял 94%. При амплитуде в 1 Вольт, на которой мы делали свои основные опыты, он уменьшился на 11%, стал равен 83%. А если уменьшить амплитуду входного напряжения до 1,1 Вольта, то коэффициент уменьшается еще сильнее и составляет всего 71%. Спрашивается, в чем же тут дело? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!